Екатерина Сударева, Эльдар Галеудинов, Вести, Татарстан. Накануне вечером в оперном театре открылся Шаляпинский фестиваль. В этом году, кроме прочего, он проходит и под важной датой 140-летию Казанской оперы. По традиции здесь, под сцены театра, спились мастера мировой оперы разных стран. Полина Рисина с подробностями. Еще задолго до первого звонка зрители уже занимают место в зале. Хотя аншлагом в опере сейчас никого не удивишь, этого события ждали ровно год. Старейший в России. Оперный фестиваль приурочен ко дню рождения великого русского баса. Федора Шаляпина снова открывают в Казани. Программа фестиваля приурочена еще к одному яркому событию в мире музыки. 140-летию Казанской оперы. На черно-белых кадрах 1874 год. Тогда дощатый киоск, подобие театральной кассы, рухнул под натиском толпы. Впервые в Казани представляли русскую оперу, ставили жизнь за царя Глинки. С тех пор театр переживал разные времена. В 70-е годы 20-го века зрительский зал едва был заполнен на треть. Но после прихода директора Руфаля Мухамедзянова все изменилось. Сегодня в каждой постановке участвует творческая команда из всех стран. А два фестиваля, Шаляпинский и Нурьевский, стали культурными брендами республики. На открытие 33-го оперного фестиваля приехал и президент Рустам Миниханов. Сегодня мы имеем возможность видеть здесь звезд как российских, так и из-за рубежа. Это огромное наше достижение. Ну и самое главное на зритель. Потому что любая постановка, никогда здесь нет свободных мест. Это тоже говорит о том, что у нас и коллектив, и зритель. Это вот как одно целое. И я всех вас поздравляю и говорю большое спасибо. Бигзу Рахмадзисга. Успех театра – это заслуга каждого артиста, музыканта и режиссера. Перед началом постановки президент вручил звание заслуженных деятелей музыкального искусства сотрудникам театра. Открылся фестиваль оперы Турандот. Произведение, созданное на основе сказки Карла Гоцца, стало последней оперой Джакома Пучини. Действия происходят в Китае. Любой человек, который желает посвататься к принцессе Турандот, должен сначала ответить на три ее загадки. Если потерпит неудачу, будет казнен. Партию Турандот исполняет солистка национальной оперы Украины Оксана Крамарева. Роли Калафа – солист Мариинского театра Ахмед Агаде. Для меня это как праздник я жду. Потому что Шаляпинский фестиваль я уже в этом году посчитал. 19 раз участвую. Поскольку тенор же Гоцца, он во всех ролях герой-любовник. Поэтому, если не в Турандот, то я в Карме, если не в Карме, то в Аиде, или в Баттерфляй, или в Богеме. Я во всех спектаклях участвую. Поэтому я жду этот фестиваль. Новый фестиваль – это не только новые приглашенные артисты, но и постановки. Помимо тех, что входят в репертуар нашего театра. Так, например, 3 февраля на казанской сцене покажут оперу «Поги и Бес» Джорджа Гершвина в концертном исполнении. Сегодня эта постановка не идет ни в одном театре мира. Последний раз ее савили в метрополитен-опере Нью-Йорк почти 60 лет назад. Состав труппы впечатляет. Все ведущие партии исполняют иностранные солисты. Для роли Бес впервые в Казань приедет Мириам Кларк из Германии. А партию «Спортинг Лайк» сыграет уже полюбившийся казанской публике тенор Рональд Сам из Великобритании. Я уже третий раз в Казани участвую в фестивале. Каждый раз для меня это особая честь. Здесь очень тепло встречают, приятно работать с коллективом профессионалов. На протяжении двух недель на казанской сцене выступят звезды мировой оперы. В программе Евгений Онегин, Регалета, Аида, Кармен, Мадам Баттерфляй, Сивильский тирюльник.